Лунный заговор, часть вторая. В студии Светлана Наумова, Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды и бессменно ведущий этой программы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Гурнов, журналист, международник. Александр Борисович, ну никак не может поверить, что американцы были на Луне, и мы сегодня продолжим его в этом убеждать. Попробуйте. Ну давайте, с чего начнем? Вот НАСА опубликовало уже, да, после стольких лет, после стольких споров, аудиозаписи. Несколько месяцев, чуть ли не лет оцифровывали, там, десятки часов и так далее. Вас это тоже не убеждает? Аудиозаписи? Да, аудиозаписи. Давайте послушаем. Ну, слушайте, пожалуйста, я слышал там. У меня даже... Я в свое время делал какой-то фильм документальный, и у меня вот начальные титры шли вот на этом самом там... Ну что, это самая главная фраза, которую знают во всем мире. Самое главное, да. Не стоит ее, наверное, переводить. Это тоже поддела. Это вот это маленький шаг для человека, огромный. А знаете, что к ней тоже у скептиков претензии есть? Шаг для человечества. Я могу представить... Артикль «э» не произнес. Говорит, каждый уважающийся американец, говорящий на английском языке, должен произнести артикль «э». Я защитю Армстронга. Американцы не говорят на английском языке, так же, как украинцы не говорят на русском. Они его даже называют американским языком, так что украинцы, вот тот вариант русского, на котором говорят они, называют украинским. Они не любят украинцев. Они артикли не любят, когда артикли. Они очень любят говорить без артиклей сейчас. Тут волей-неволей приходится встать на встроенный. Да-да-да. Ну как же без артикля? Наверное, что-то там плохо отрепетируют. Как вы скажете, закройте дверь? Close door. Сейчас ты идешь, правильно. Американцы говорят, close door before leaving. Они опускают, у них это принято. Ну все. Такая высокая культура. Какая луна, они говорят. Они язык не могут выучить. Отмазали. Но они сами отмазали по-другому. Говорят, ну знаете, он не сказал «э», потому что переволновался. Ну все-таки первый раз. Да, потому что это был не Армстрон. То есть мы действительно сейчас обсуждаем артикль «э», чтобы доказать или, наоборот, опровергнуть высадку американского луната. Они оцифровали, там, вот эти записи все, да. Вот. Есть полный, вот полный комплект записей. Каждое слово записанное. Вот каждое слово «экипаж Аполлона-11», вот база Олдерна и Армстронга, которые они произнесли на поверхности Луны. Более того... И более того, у нас есть эти записи? Вот эти фразы, они сопоставлены с их передвижением. То есть он идёт, да, куда-то. Они там к одному кратеру ходили, к другому там, что-то вбивали, ставили флаг, ставили камеры, приборы. Коллеги, вот зачем спорить о записях аудио, когда у нас есть видео, картинки, есть фотографии того, как они летали на Луну, и это никого не убеждает, потому что элементарно доказывается, что всё это, всё это подделка, всё это фейки, всё это монтаж, и всё это сделано было на Земле. Ещё раз говорю... Чем же это Александр доказывает? Я знаю... Ну, это очень-очень элементарно. Ну, например... Хорошо, простой пример. Вы видели фотографии с Луны, которые привезли наши космические аппараты, спускаем луноходы, лун-луны и так далее, и так далее? Видели? Да, да, публикум, да, публикум. Они все цветные, вы в курсе, да? Если черно-белый. Они все цветные. Они все сняты на цветную плёнку, но свойства, свойства вот этих вот оптических свойств на Луне, они таковы, что даже когда снимают вот такую, знаете, цветовую картинку, как в телевизоре, да, то получаются оценки серых. Они получаются чёрно-белые. Нашим аппаратом, подлинный, из которых никто не оспаривает в мире, которые привезли лунный грунт и так далее, там, Луна-9, там, первая, по-моему, была, Луна-6, луноходы, они снимают только чёрно-белые. У американцев все цветные. Почему? Откуда цветные, когда там не может быть цветных фотографий? Давайте сейчас посмотрим. Камера хорошая. Хасан-блат, Хасан-блат, это хорошая камера. Но я не знаю, вот... Хорошая камера ничем не отличается от плохой. Это та же линза, тот же затворный в Асамале. У вас, может, лёгко Шостинского комбината, а там всё-таки... Сейчас даже на цифровые снимают камеры, и всё равно получается чёрно-белый. А у меня вопрос, почему только в 2018 году нас предоставили эти аудиозаписи? Они же опубликовали в 2018 году это. Они всё время ссылаются на бредовые свои законы. У нас, федеральные, почему они лунный грунт? Нельзя исследовать, у нас закон есть. Мы 380 кило привезли, и по закону нельзя его исследовать. Но здесь вопрос Владимиру больше. Которые лежали с тех самых времён, и говорят, давайте, пожалуйста... С грунтом? Да, с грунтом. Кому-нибудь далее? Исследуйте, как хотите. Да всё это есть. Просто какие-то были потеряны, какие-то потом нашли. Ну, 50 лет прошло. Потом собирают они эти записи, действительно оцифровывают, делают всякие вот эти прибамбасы. Вот сделали вот такую интерактивную, я не знаю, игрушка-неигрушка, как это назвать, такое действие. Вот перед тобой место, где они сели, Аполлона 11. И, знаете, две точки. Одна точка изображает Амстер, другая Олдрин. И вот они передвигаются. И в это время звучит речь, что они друг другу говорят. Это что-то доказывает? А давайте послушаем. Доказывает скорее то, что практически на всех фотографиях, которые якобы должны подтверждать то, что американцы были на Луне, люди, которые на них смотрят, насчитывают до 6 солнц. То есть 6 точек света, с которых как бы тени падают в разные стороны, в разные длины. Что это значит? Что стояли осветительные приборы. Любому человеку... Вот они такие дураки. Любому человеку, да? Наставили приборы по 5-5 теней. К сожалению, да. Ну, Александр... Ну, то, что тени разной длины, это... Любой человек, который смотрел футбол, знает, что когда бегают не днем, а вечером, то от каждого футболиста там несколько теней, потому что осветительные приборы. Вот так же космоса ходит в Луне. Александр, это придумано скептиками. Вы повторяете доводы, которые скептики придумали. Единственный феномен, но он абсолютно объяснен. Почему тени разной длины? Кстати, в нашей прошлой программе я заявлял, что не существует ни одного кадра того, как космонавты летят от Земли к Луне. Вы сказали, существует. Я его нашел. Вы оказались правы. Есть видеокадры, как космонавты на корабле удаляются от Земли и летят к Луне. На этих кадрах Земля, слушайте меня внимательно, находится строго по центру кадра и медленно-медленно удаляется, то есть уменьшается в размере, не поворачиваясь ни на йоту. Больше нет. Не поворачиваясь как вокруг России? Вообще никуда не поворачиваясь. Такое возможно? Думаю, да. А думаю, я думаю нет. А вообще нет. А я думаю, нет. Земля повертится. Корабль, на котором американцы летят, летели к Луне. Он летел довольно быстро. Поэтому вот это само такое зрелище, уменьшение в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля. Это Владимир Логов. Да, в иллюминаторе. Нет, если я начну петь, нас точно закроют. Владимир Александрович, смотрите. Этот процесс может быть довольно быстро. Секундочку. Довольно быстро есть вопрос. Мы, к сожалению, не можем, понятно почему, потому что мы радио показать, видео показать, картинки, фотографии, но мы можем это произвести. Давайте послушаем записи, которые опубликовала НАСА. Уже разговоры и диспетчеров, если я правильно называю. Диспетчеры они, да? Они, да, типа да. Диспетчеры. Центра управления полетов. Центра управления полетов. Хьюстон. Они предлагают отстрелить бак с кислородом. Бак с кислородом. Да, мы должны отстрелить бак с кислородом. А это переговоры какого экипажа? Не в Кусе? Одиннадцатого. Это одиннадцатого. Это все одиннадцатого. Да, здесь очень большой файл. Это самое начало переговоров. Вы сказали, они летели очень быстро, да? Да. Да, быстро летели. Согласен, летели довольно быстро, если летели. Значит, знаете, за сколько, за какое время они достигали момента, вот с момента посадка, когда в ракете, в корабле, на котором они летели, получалось давление целых тридесятых атмосферы. Они летали в чистом кислороде. Вы знаете, они дышали чистым кислородом американские астронаты. Нас это подтверждает, это никто не скрывает. Они внутри корабля дышали чистым. Знаете, зачем? Для того, чтобы сделать стенки аппарата тоньше, потому что для того, чтобы создать давление, как было в Союзах, стенки должны быть толстые, и, соответственно, иначе корабль разорвет изнутри, да? А для этого он должен быть тяжелее. Для того, чтобы каким-то образом доставить массу туда, на Луну, они сказали, что стенки были очень тоненькие, а поэтому там был чистый кислород, которым они, космонавты, дышали, да? И в этом чистом кислороде в кабине было давление 0,3 атмосферы. Значит, смотрите, они достигали этого за 3 минуты. То есть через 3 минуты после старта космонавты, астронавты оказывались в капсуле, в которой давление было 0,3. 0,3 атмосферы. Это соответствует давлению на вершине Эвереста. Ну, 9 километров где-то у нас. Там тоже примерно такое давление. Там давление воздуха. А вы говорите, Саша, о давлении кислорода. То есть, как выражаете научно, парциальное давление, то все равно было примерно одинаково. Давление воздуха и давление кислорода – это давление газа. Это одно и то же. Неважно, в котором находится тело. Я говорю о том, что у космонавтов кислорода было столько же, а не столько же, как на севере. Кислорода было очень много. На высоте Эвереста. Это был воздух, в котором 0,20. На высоте Эвереста люди тоже дышат кислородом, а не кислородные маски. Но общее давление там очень низко падает. Знаете, сколько люди поднимаются на Эверест? Сколько занимает подъем? Два месяца. Иначе человек умрет. На вершине они проводят несколько часов. И есть закон, по которому, если на вершине Эвереста человеку становится плохо, и он не может идти, его бросают. Потому что люди не в состоянии оттуда его эвакуировать. Космонавты, есть картинка, где они перед стартом едят стейки. Вы знаете об этом? Вы видели? Я видел. Александр Борисович не верит. Это я. И пытается всем доказать, что американцев не было на Луне. Владимир Логовский научен обозревать комсомольской правды, которой... Я, как и в начале прошлой программы, должен оговориться. Во-первых, я говорю только о том, что, может быть, они там и были, но они не могут этого доказать. Это первое. И второе. Я не ученый, я не космонавт. Я немножко летчик, но в основном эндокринолог, как говорил. Поэтому я искажу из того, что я читал, что я видел, что я смотрел фильм в Тайвере. Так вот, есть кадры, где космонавты перед стартом едят стейки. Я должен съесть хороший техасский стейк, чтобы вспоминать, там на Луне нормально, съедая стейк, садиться в космический корабль, там через полчаса, и за три минуты давление падает на нуля трех десятых. Они находятся, при таком давлении, они находятся там 18 суток, 15 суток, 12 суток. Это немыслимое испытание для человеческого организма. Вы помните Андрея Николаева и Виталия Севастьянова? Можно я отвечу? Помните Николаева и Севастьянова? Когда они вернулись, сколько они были? 18 дней они были в космосе. 18 дней, если я не ошибаюсь, у Николая восстановилось сердце, когда открыли капсулу. Его реанимировали. Они в реанимации лежали, долгое время лечились, их на носилках вынесли. А эти, причем они были, они были в более большом корабле, который был, у которого объем был восемь с половиной кубов, а не два куба, как у этих, да? Во-первых. И во-вторых, они были в нормальной среде, в воздухе, они дышали воздухом, да? А эти 18 суток сидели, как на заднем стене машины, дышали чистым кислородом, вот, и потом пролетели, выскочили, и стали прыгать по палубе авианосца и водить хороводы там с каким-то адмиралом. Александр Борисович, давайте Владимиру дадим ответить. Я отвечу. Во-первых, хочу объяснить, что даже, ну, предположим, вы правы, и они в самом деле, в их корабле было давление 0,3 кислот. Это не я, это НАСА говорит. Хорошо. Вы оба. Давление газа. Хорошо. 0,3 атмосферы. То есть, это одна треть от нормального. 0,3? 0,3, ну, у нас же, примерно, одна треть, у нас же атмосфера. Так вот, это было давление кислорода. Вы говорите, газа. Там другого газа не было. Смотрите, такое давление, говорит, на Эвересте. Но на Эвересте воздух, в котором 0,2 процента кислорода. То есть, кислорода им вполне хватало. Не-не-не, дослушайте дальше. Я не прошу их. Давление было низкое очень. Да. И вот не так важно, какое вот окружающее, то давление, которое окружает, в общем-то, в общем-то, Нам с вами примерно одинаково. Да, мы с вами примерно равны. Нам с вами немножко за 60. Так вот, когда давление у нас в стране, в Москве, падает там с 765 до 756, об этом говорят по радио, и некоторые люди, я сейчас чувствую себя хуже. И это известно. А тут оно падает втрое. Втрое падает. Это же не обычные люди, это же космонавты. Я так думаю. Они же не люди. Нет, они уже не люди. Они проводили такие инженеровки. Я так думаю. Прям даже уверен, что перед тем, как стробить им давление и создать 0,3 атмосферы кислорода, они в течение нескольких лет запихивали своих астронавтов в барокамеры, точно так же, как и мы, проводили соответствующие эксперименты и выяснили, что, наверное, это не столь уж вредно. Поэтому предлагаю с давлением закончить. Они там погибали, и... А трое даже взорвались, вы знаете, прямо на старте, во время такого же эксперимента. Они стробили давление, запустили кислород, и они сгорели. Нет, был у нас, да, был у нас такой несчастный случай. У нас тоже в барокамере, я уж не помню фамилию этого героя, но он сгорел тоже в кислородной атмосфере. Но предлагаю про кислород этот. Хорошо. Знаете, что они входили в атмосферу по однонырковой схеме? Да что вы говорите? А вы знаете, что такое? Я не знаю, расскажите. Корабль летит с Луны со второй космической скоростью. Правильно? Мы в школе проходили. Первая космическая – это отрыв, вторая – это выход на орбиту, вторая – отрыв от Земли. Они возвращаются второй космической скоростью. Значит, дальше, для того, чтобы сделать двухнырковую систему, как делают наши, то есть войти в атмосферу покасательной, в атмосфере гасится скорость, аппарат снова выныривает и выходит на орбиту, а потом с орбиты уже ныряет опять. И это более щадящая схема. По такой схеме как бы они не могли работать, потому что они сами признавались, что на обратном пути у них уже не было топлива, там всего было по граммам рассчитано. Последний раз они запустили маршевый двигатель от Луны. И потом они напрямую. Так вот, когда человек входит по однонырковой схеме, то есть точно попадает и сразу вниз летит. То перегрузка, которую испытывает экипаж 40G. 40G. Если человек и способен выжить в такой перегрузке, что сомнительно, пока ни одно животное не выжило. Даже обезьянку, которую американцы послали и зашили ей задницу, как вы помните, эта история знаменитая, она не выжила. Понимаете, даже если способен, как вы говорите, они суперлюди, то это стресс такой, что человеку нужно сразу в реанимацию. Просто сразу он теряет сознание на 140G. Вы представляете, что такое перегрузка? Это нереально. Это на грани смерти. У меня на это есть только... Это ненормально, они правы. Это же американцы, они же супермены. Есть только один ответ. Может, их вынули в таким весь, можно сказать, в непотребном виде. Чуть-чуть. Помыли. Помыли, они очухались, и потом стали показывать людям. Знаете, у нас первое время тоже не показывали наших космонавтов, которые вынимали, они еле шевелились. Потом как сказать, ну да, это герои, им трудно. Да, вот он встать на ноги не может. А вот это интересная мысль. И правда ведь? Они же могли скрывать, и вообще вот, если в Советском Союзе не показывали космонавтов, чтобы люди не думали, насколько это все сложно, и как это катастрофично. Значит, наши просто не показывали, чтобы не видели, в каком ужасном состоянии возвращаются эти герои. Они просто врали тупо, они тупо врали, они тупо врали, что они доставили флаг, что они катались там на этом дурацком луноходе, который, кстати, не заметили, это луноход. Никто не видел, как его отделяли от корабля, как его собирали. Никто, он просто появился. Потом, кстати, на одном из снимков этого лунохода, я специально посмотрел, как он едет, очень красиво. Прямо джигит такие, прямо, знаете, вот у нас Чечен, так по Москве ездят на Гленвагенах, когда они на луноходе ездили, дагестанцы тоже, кстати. Да, только руля не было на этих луномобилях. Вот, значит, у него брызговик вот задний примутан скотчем. Я думаю... А то, ну, это Зава, вот известная история. Слушайте, я... Смотрите, это известно, я просто расскажу вам эту историю. Значит, начались поездки на этих луномобилях у Аполлона-15. И у всех они, эти широколёсные экипажи, колёсики у них такие, ну, вроде сеточки такие, вроде сетки металлические. Там какие-то ещё. Такие пластиночки, накладки. И у каждого, на каждое колесо своё крыло. Вот этот самый брызговик. Брызговики вот эти, да. Во всех экспедициях эти брызговики отвалились. То ногой кто-то шибёт, то каком-то молотком. И прекращали даже эти поездки, потому что поднималась такая пыль, брызговика нету, всё летит, знаете, на скафандры космонавтов, на всякие, на всякие приводки. Картинка у Кубрика получалась некрасивая от этого. Да, смотрите. И лишь вот эта экспедиция Аполлона-17, они говорят, нет, мы хотим проехать. Они проехали, кстати, 30, почти 36 километров на этом самом, удалялись от своего корабля где-то примерно на 8 километров. Приняли решение. Мы отремонтируем. Взяли карты лунные, которые им выдали, и прищепили их вот к этому корпусу с помощью зажимов для прожекторов, которые вот для прожекторов и камер. Скотчем тоже приматывали. Первый, вот эти, 15-16, приматывали скотчем. Всё отваливается и не держится. Значит, смотрите, во-первых, во-первых, я видел эту картинку со скотчем, да, первое. Значит, во-первых, я... С картами. Я даже опускаю, опускаю вот то, как вот этот скотч, это кусочек-кусочек пластика с клеем, да, как он может функционировать в условиях Луны, когда там температура... А это специальный лунный скотч. А, ну, и, значит, скотч специальный, да, американский скотч. Они же супермены. Скотч, Кока-Кола, значит, там не портится на Луне, конечно, естественно. Мунбут, скотч, Кока-Кола и Джонни Войкер говорят, нет, это Джек Данилс. Хьюстон, we have a problem. Хьюстон, we have a problem. Скотч. Скотч, это, конечно, гениально, да. Вот, это первое, значит. Но вот теперь хотите эксперимент? Вот я специально вам принёс, жалко, что у нас нет телевидения, пару обычных горнолыжных перчаток. Вот вы, пожалуйста, сейчас на себя наденьте, теперь возьмите, вот у вас на столе есть скотч и попробуйте, находясь в горнолыжных перчатках, оторвать этот скотч от матка и что-нибудь им приделать. А теперь представьте, как это делали космонавты. Александр Борисович, ну, знаете, когда ты дома скотч, ты открываешь, ты оставляешь место для того, чтобы... А я знаю, как скотч. Знаете, нужно с зубами открыть скафандр, зуб в зуб в зуб в зуб. Не дираетесь. А я вам объясню, как это можно делать. Это мелочи, это, конечно, мелочи. Это просто комедия. Видим, что у нас отвалился брызговик. Думаем, придумаем, как его починить. Например, взять эту, какие-то пластиковые эту карту и как-то прикрепить туда. Возвращаемся обратно на корабль, закрываем двери, снимаем скафандры и перчатки, отматываем чуть-чуть скотча, одеваем скафандры и опять... И выходим наружу. Но не скотч был... Скотчем-то не получилось. Это уже Аполлонов 17. Ну, картинка со скотчем есть. Картинка со скотчем есть. Они этим гордятся, сказали, как они хорошо... Не, ну мало картинки каких-то. А вы знаете еще одну басню? Басню надо. Давайте начнем прямо с Алексея Архиповича. Алексея Архиповича. Давай закончим с ремонтом колеса. Это светлая ему память. Ой, ну, слушайте, время на это тратить. Можно про флаг, про этот у нас печаток на гитаре. Алексей Архипович, ответит вам про флаг. Отремонтировано колесо, они доставлены на землю и ныне выставлены в музей. На них можно посмотреть, пощупать, обнаживать следы на воздействие на них пыль. Итак, Алексей Леонов по поводу того, были ли американцы на Луне. Здесь и про Кубрика, Александр Борисович, и про флаг, и многое другое. Некоторых кадров для логики монтажа их просто не было. И Кубрик снимал это все в Голливуде. Вот надо было доснять открытие люка. Надо было доснять, когда Нейл Амстронт начинает спускаться по лестнице, вернее, по трапу. Вот этот участок. Или, говорит, вот там флаг болтался, он не должен болтаться. Флаг действительно не должен болтаться. Флаг, ткань армирована сеткой. Все это было скручено в трубочку и одет был чехол. Когда сняли чехол, то полотнище флага стало разворачиваться, и вот остаточная деформация этой сетки создало впечатление, что он получится. Мы имеем и имеем все системы, которые отслеживают, начиная с старт, полет вокруг Земли, разгон, коррекции, облет Луны и все, что происходит. Это же смешно, это же невежество вообще, всяк вот рассуждать или какая-то лихость против Америки. Ну что, Александр Гурнов, журналист-международник, Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской правды, про лунные заговоры мы сейчас спорим. Я по сравнению с этим человеком абсолютно невежественный, я не ученый, не летал на Луну, да, и не герой Советского Союза, и не выступал на съездах КПСС ни разу. Кстати, хорошо бы послушать выступление Альфа Кипича на каком-нибудь съезде Коммунистической партии Советского Союза, где он рассказывает о том, что только благодаря идеям любимого Леонида Ильича и заветом Ленина Советский Союз смог полететь на Луну, иначе бы никак, конечно, мы бы не смогли, только родная партия помогла космонавтам преодолеть вот это все. Да, и вот поэтому... А что? А может, и в самом деле так? Может быть, да, может быть. Ну, знаете, это настолько утверждение, что благодаря партии все происходило, оно настолько же верно, насколько то, что американцы летали на Луну. Очень многое происходило вопреки. И когда страна наша сталкивалась с жесточайшими проблемами в своей истории, партия отступала в стороночку, даже Иосиф Васильевич говорил, пусть звездочки на погонах, пусть церковь, пусть попы, братишки, только выиграйте войну, мы не будем вам мешать. А когда выиграли, вернулась партия, и половина из тех, кто выиграл войну, в Сибирь. Так что про партию давайте не будем. И вообще это не наша тема. Так вот, Алексей Архипович, он же якобы летал на Союз Аполлоне с американцами. Ему было 45, по-моему, когда он полетел. Ему было 45, а Стаффорду было 46. То есть они были глубокие пенсионеры. Они были практически наши ровесники, которые уже 20 лет никуда не летали. И вдруг сказали, летите, ребята, летите, голуби, летите на Союз Аполлоне. Рукопожатие в космосе. Несколько вопросов. Первый вопрос. Зачем? Зачем понадобился колоссальный эксперимент, труднейший по технологии, стыковка двух огромных, тяжелейших, особенно Аполлона, аппаратов на орбите, чтобы перелезть и пожать руку? Для этого? Мир грубым, разрядка, музыка. Ради этого все, что делается в космосе, имело смысл. Всегда. В космос просто так не летали, просто так, чтобы помахать своей девушке и сказать, Маша, я тут. Ни разу. А мы вместе на Луну собирались. Вот, это первое. Надо было как-то научиться стыковаться. И своя система стыковки, и своя. Общий узел разработали. Кстати, вы знаете, что американцы сказали, что они разработали общий узел? Что Аполлон разработал общий, специально модифицировал стыковочную систему Аполлона, чтобы пристыковаться к российским стандартам, к советским стандартам и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, 30 лет спустя, когда американцы наконец полетели, полетели к станции МИР, использовали только российские стыковочные узлы. Никаких американских нет, не было, и даже не задумывалось, не было никаких у них стыковочных узлов. И второй вопрос. Как? Как это было возможно осуществить? Ну, Саша, ну, Саша, ну, как не было? Почему эти все ограничили? Когда они у Луны состыковывались, расстыковывались, собственно, суть полета, они прилетают вместе состыкованные командные модули, Луны, потом расстыковываются. Вот мы только слушали, он правильно сказал. У нас же все были средства наблюдать, как взлет, как полет, как вокруг Земли, как Россия, Советский Союз, была единственной державой, которая обладала технологиями, которые позволяли отследить американский полет. И как говорят картежники по-английски, call the bluff, то есть сказать, знаете, вскрыть блеф, когда в покер играют, ну-ка, ну-ка, открой карты, ты говоришь, у тебя каре, ну-ка покажи. Так вот, мы в прошлый раз с вами начали говорить про операцию океана, да? Да, почему все-таки СССР молчал тогда? Расскажу, значит, дело вот в чем. Это, опять же, одна из версий, она очень широко освещалась в прессе, ее можно найти очень легко в интернете, очень подробно. Значит, смотрите, когда американцы взлетали, значит, российские, советские, значит, люди, ученые, значит, военные, они стали подзывать, что летят куда-то не туда, и стали посылать к берегам, туда, где стоят мыс Канавру, свои корабли, чтобы они могли отслеживать и снимать старт этих ракет. Американцы провели операцию под названием, дай бог памяти, она называлась, она называлась, сейчас, как же это, что-то она называлась-то, ну, неважно, короче, эта операция называлась кросс-роуд, как в момент старта ракеты они пускали свои самолеты, вертолеты, корабли, глушили все, чтобы мы ни в коем случае не могли ничего насчет заснять, да, вот, дальше, наши все-таки отследили траекторию полета ракет, и поняли, что ракета летит незаявленной скоростью и что она должна упасть в районе Бискайского залива. Это было отслежено на Аполлоне, по-моему, 11-м. Когда запускали Аполлон 13-й, наши, это было, по-моему, 11-го, 11-го апреля 70-го года, за неделю до столетия Владимира Ильича Ленина. И Советский Союз сделал операцию в океан. Советский Союз заявил, что в ознаменовании столетней годовщины вождя мирового пролетиата мы проводим крупнейшие в мировой истории военно-морские учения. Мы в Атлантике сточили огромную эскадру корабли, самолеты, заправщики, все, подводные лодки и начали там учения. Американцы действительно наблюдали. Значит, 11-го числа происходит старт. Значит, наша подводная лодка К-8... Не 11-го. А какого? 13-го. А, ну 13-го. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это совершеннейшее просто пренебрежение вообще к мистики вот этого полета Аполлон-13. Аполлон-13 стартует 13-го числа. В 13 часов 13 минут 11-го числа он стартовал. А 13-го случилась авария. Вы путаете. В том числе они все продумывали. У них 13-го авария случилась. Стартовал он на 11-го. Нагуглите. 11-го числа в 13 часов 13 минут он стартовал. Ну, брат, вот найди. У меня убеждение, что они 13-го. Сейчас найди. Могу ошибаться. И назывался 13-го. Аполлон-13. Им нужно было сымитировать вся Америка приучили аварии. Значит, наши что сделали? Они взяли нашу лодку, которая называлась К-8, если я не ошибаюсь. Да, К-8. В этой лодке имитировали пожар. Эта лодка стала подавать сигналы СОС. Американцы тут же, естественно, к ней устремились, потому что получить советскую ядерную подводную лодку, ну, это была мечта американцев, да? Она подала... На самом деле они там подожгли какие-то специальные жидкости на этом или газы на этой лодке. Вот. Экипаж всплыл, лодка всплыла. Американцы, значит, кругом, как коршины стали кружить, подошел наш корабль, эвакуировал экипаж, лодку затопили. Там глубина 4,900 в этом месте. Короче говоря, зачем такие... Зачем такие сложности? Объясню, потому что в этот момент произошел пуск, и эта болванка, этот Аполлон-13, в котором якобы полетели космонавты, упала в Бискайском заливе. Наш корабль его выловил спокойненько, погрузил на борт. Американцы же не могли сказать, зачем вы наш Аполлон погрузили? Он же был в Этмин-Клуне, не летел, понимаете? А наши погрузили и отвезли в порт Мурманск. Потом его американцам вернули. Он и правда стартовал 11 апреля в 13.13. Видите, я бываю прав. Извиняюсь, я не ученый, но я делаю домашнюю работу. А 13-го случился... А знаете, какая авария? Американцы вместе с американцами Аполлон-13. Какая авария случилась на поле 13-го, вы помните? Взорвался бак кислорода. Ну как это? На корабле с тончайшими стенками взрывается бак с кислородом. Вы видели, как взрываются баки вот в Москве вот здесь? Есть полное описание этой аварии. Там что-то не перемешалось. А к чему вы ведете, Александр Борисович? Да, взорвался. Если взорвался бак с кислородом, то это называют до этого мальчик на складе мину нашел, взял ее в руки, в деревню пошел. Долго над лесом чепчик летал. И что это доказывает того, что американцы не были на луне? Это доказывает, что никакой аварии на борту вакурат снилось. Авария была... Они из-за этой аварии пересели из командного модуля в лунный модуль и только пересев, то есть воспользовались другим кораблем. Это вообще остыковать. И они только облетели луну и вернулись на землю. А на обратном пути замерзли. Вы знаете, они замерзли. Вы слышали эту историю? Ну что вы? Все скажут, что когда они летели обратно, они сообщили... Они дико замерзли, потому что не работали с системой жизнеобеспечения. Они дико мерзли. Скажите, пожалуйста, до какой температуры нагревается корабль на орбите? Около 600 градусов. Как они могли замерзнуть? Они могли там поджариться, а не замерзли, если не работали с системой. Все зависит от того, в тени они или на Солнце. Они летели на Солнце. Они могут в тени чего? Сами себя под зонтиками. Главная проблема космических аппаратов защита от перегрева. А знаете, как НАСА ответило, когда им сказали, что почему они не поджарились, а замерзли? Вы не поверите. Они сказали, знаете, корабль, когда летит, он немножко вращается. Так, знаешь, как шашлик, когда жар еще немножко вращается. И с той стороны, где солнце, шашлик греется, а с другой стороны остевает. И они все время переходили к той стороне, которая остывала, и поэтому мерзли. Это НАСА рассказывает. Я тоже в космосе не был, но я давеча смотрел, ну никак не давеча. Это НАСА рассказывает, так и бреднее. Гравитация Сандры и Булок. Ой, ой, тоже такая прекрасная. Она так мерзла в этом корабле, что я, честно говоря, поверил, что в корабле... Сейчас я хочу все-таки помочь Владимиру. Владимиру, послушайте интервью Нила Армстронга, которое он дал в 1970 году. Здесь оно будет, естественно, не в полном объеме. Некоторые выдержки. Вы один из немногих, вас всего четверо, кто действительно может сказать, возможно ли в ближайшем будущем появление научной станции на Луне? Я уверен, что мы доживем до того времени, когда она появится на Луне. Это может быть что-то наподобие арктической научной базы. Ну, конечно, придется столкнуться с такими трудностями, как агрессивная окружающая среда, вакуум, сильные перепады дневных и ночных температур. Хотя, возможно, в каком-то смысле работать на Луне приятнее даже, чем в Арктике. На Луне нет снега, нет штормов, сильного ветра и непредсказуемой погоды. И, что важно, есть гравитация. Во многом там притяжение даже больше, чем на Земле. Так что Луна подходящее место для научной работы. Так вот, в этом-то и вопрос. Притяжение больше, чем на Земле. Почему он так? Я думаю, он оговорился. До этого все правильно. Точно перевод. Мы проверяли. Перевод-то точный. Он оговорился. Ну, как он может так говорить? Вы знаете... Не, автор должен сказать, но на Луне притяжение больше, чем на Земле. Ну, притяжение слово такое, которое не употребляется достаточно часто и в обычной жизни. Вы знаете, поведение американских космонавтов вообще очень странное. Вот все, кто побывали на Луне, они будто сговорились. Они все ведут очень замкнутый, уединенный образ жизни. Некоторые из них, когда начинают много болтать, умирают при непонятных обстоятельствах, скажем так, в 60 лет, катаясь на мотоцикле, вдруг погибают. Вот. Они избегают общения со СМИ. С ними невозможно договориться об интервью. Достали их вопрос. Ой, я вас умолен. Американцев не достают. Американцы обожают общаться с прессой. Александр Борисович, ну, Гагарин, Гагарин тоже и его семья, но не давали интервью. И до сих пор невозможно. Гагарин тоже в космосе. Наши космонавты были гораздо всегда были, и есть, и будут более общительными. Я сам делал интервью с космонавтами, и это несложно. Договориться с любым из космонавтов, а бы есть такая Валентина Черезкова, которая ненавидит дать интервью, ненавидит журналист, с ней трудно. Но я даже с ней как-то договорился и сделал с ней интервью, был еще довольно молодой. Так вот, они не общаются ни с какими учеными. Вообще никогда, да? Они числятся научными консультантами неких организаций, но там не бывают, не преподают нигде. На людях они стараются не появляться. Только к очередной годовщине покорения Луны, они где-то там появляются, их все вместе снимают, они не пишут мемуаров. Даже не все приезжают. Не выступают в телешоу. Для американского космонавта написать мемуары, святое дело. Я видел Землю с Луны. Нету ни одних, понимаете? Они боятся обмануть, боятся выглядеть глупыми, когда им будут задавать умные вопросы. Почему? Они боятся таких глупостей, как, например, сказал один известный немец. Значит, этого немца звали Гюнтер Вент. Знаете такого? Нет. О, вы что? Это замечательный человек. Это человек, который отправлял на Луну все экспедиции. Всех космонавтов до шаттлов отправлял он. Он был единственным и бессменным руководителем стартовой площадки. Человек, который закрывал люк за космонавтами. Немец Гюнтер Вент. Это еще оттуда? С Меркурия. Оттуда? Да, да, да. Это фон Граунского призыва он был. Фау допускал. Да, да. Да, кстати, он на немцев работал, потом как все уехали, значит, в Америку. И Меркурия, и Джемини, и Аполлон, и все этот самый Гюнтер. Значит, что сказал, брякнул этот самый Гюнтер? Смотрите. Когда ему сказали, а вот как там безопасность, он говорит, под стартовой площадкой на Канаверле была построена, это цитата прямая, бетонная, защищенная от взрыва, комната-капсула с полом на пружинах. Если туда зайти, она могла вместить 20 человек, и в течение трех дней они там могли автономно находиться и пережить даже взрыв Сатурна. Конец цитаты. Вот человек проговорился. Взрыв ракеты на старте – это аксидент, да, это несчастный случай, он происходит внезапно. То есть ракета летела, а сами астронавты, они спускались вниз и сидели там все две недели, пока все рассказывали, как они летят в луну. Там все дело, их закрывали, он закрывал люк, потом, когда камера переключалась, включалась запись, видео, как они сядут, застегивают скафандры, они тем временем опускались в эту камеру, переживали там старт и спокойненько ждали, когда их высадят бодрыми в Бескайской заливе. Сквозь ракету опускались? Знаете, они спускались, потому что поднимались на лифте на лифте? А что же это видно? Что? Ну, вот лифт. Нет, ну лифт же опускался. А вот они спускаются. Нет, нет, ну люди, которые их проводили, они же обратно спускались в там же лифте, правильно? Это что, они видели, обратно вниз все ушли, все покинули. А кто тогда сидел в этих креслах? Они же только снятые заранее. Посмотрите, любопытная статистика. Почему вот это данные за 2010 год, почему в теорию заговора в Америке верили 5-6 процентов, а во всем мире, значит, совсем другие проценты, 5-6 процентов американцев, британцы 21... Это миллионы людей, миллионы людей не верят. Подождите, 21 процент британцев и 57 процентов россиян. Объясню. Потому что американцы люди глубоко необразованные и при этом глубоко патриотичные, понимаете, да? Поэтому, во-первых, верят в теорию заговора миллионы людей, 5 процентов американцев. У них 150 миллионов населения. Поделите, получите точно 5-5 процентов образованных американцев, понимают, что, скорее всего, их надурили. Русские гораздо более образованные. Просто американцы патриотичны. Ну-ка, 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 как не верить? Сколько, сколько лет мы не верили в том, что были большинство советских людей, не верили в сталинские репрессии, в муак, не верили. Мы вообще не верим в успехи других стран. Да, понимаете, потому что мы тоже патриотичные люди. И в наших врагов тем более. Вот, но тем не менее. Помните, Володя, вы мне прошлый раз сказали, что, когда я сказал, что американцы не видели звёзд на небе. Да нет на фотографиях звёзд. Вы сказали, вот разница в освещенности. На всех наших снимках звёзды есть. Нету. Я вам другое расскажу. Про вот этот, про заговор. Про то, верить, верить, не верить, был заговор или не было заговора. Вот есть такой учёный, британский физик, доктор Дэвид Роберт Граймс из Оксфордского университета. И он создал такой алгоритм математический, запустил эту математическую такую модель с помощью, который рассчитал, возможно, вот если в самом деле есть какой-то заговор, в него влечено вот такое количество людей, по прикидкам, вопрос, когда этот заговор раскроется. Потому что по его глубокому убеждению рано или поздно обязательно найдётся человек, два человека, три человека, которые всю расскажут всю правду, признаются, что мы, значит, мухлевали. Если они живы. Смотрите. Если они живы, эти два человека. По расчётам вот этого самого Граймса, в офёру, возьмём её в кавычках, то есть в обслуживании, во всё это лунное дело, во всю лунную программу в той или иной степени вы были вовлечены 400, сколько он даже указал, 411 тысяч человека. Сосчитал, перемножил, поделил, и получилось, что если бы это и в самом деле был заговор, то он не продержался бы три года и восемь месяцев. Значит, он считал начало заговора 1968 год, когда был запущен первый корабль «Аполлон-8», астронавты облетели в Луну, и говорят, ну и дальше. Итого, получается, что в 1972 году уже было бы известно, что они тогда в 1969 никуда не летали. Но нету признания людей. Никто не говорит, да, я мухлевал вместе с ними, вот руку поднял. Ну вот на этом и предлагаю закончить. В студии были Светлана Наумова, Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской правды, ведущий программы Теария Малаговского и журналист-международник Александр Гурнов. Спасибо вам, господа.